У нас большая групповая комната, значит, позволяет нам что-то больше. В детских комнатах уют, в уборной чистота. Детский сад номер 129 посещают более полутора сотен малышей. Специалисты проверили, в каких условиях обучаются ребята и насколько безопасно их пребывание здесь. В целом, результаты проверки показывают, что он соответствует тем требованиям, которые предъявляются дошкольным учреждениям. Здесь есть все для жизни, быта, детей. Есть хороший коллектив воспитателей, которые правильно выстраивают работу и с детьми, и, видимо, и с родителями. Проверки в дошкольных учреждениях проводятся по поручению президента страны Владимира Путина. В Самарской области комиссия, в которую входят представители всех надзорных ведомств, посетила уже почти все детские сады в регионе. Сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, местных администраций следят за тем, чтобы требования противопожарной безопасности и санитарной нормы соблюдались. Помещения были вовремя отремонтированы. Два года назад в детском саду номер 129 восстановили кровлю, но небольшие нарушения еще остались. Кое-где протекает крыша. За устранением недоработок пристально следят. В рабочем порядке посещал несколько садов, порядка трех-четырех тоже были замечания по строительной части. Я думаю, на этой неделе, в начале следующей, надо будет проверить по устранению этих замечаний. Это в Ленинском районе, в железнодорожном районе детские сады тоже смотрели. Поэтому сейчас на новый уровень эту работу поднимем. Крышу починят за счет подрядчиков, у которых объект находится на гарантии. Что еще предстоит исправить, указано в предписании, которое сотрудники детского сада подробно изучили. Устранить нарушения обещают летом. Ремонт прачечной и первой младшей группы, вы сегодня были в ней, видели то, о чем говорил представитель Роспотребнадзора, внутренняя отделка потолков, стен, пол. В целом, отметили представители комиссии, проверку на прочность детский сад номер 129 прошел. Сейчас здесь готовится к празднику победы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.